Добрый вечер всем! Рада вас всех сегодня приветствовать. Такой вот композиции, которая заставляет задуматься о вечном сейчас. Именно такое время, когда непростое, когда нужно задуматься о таких вечных ценностях. Я прошу оценить связь от 1 до 10, как обычно, для того, чтобы нам начинать. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, для того, чтобы оценить связь. В этот раз мы немножко поколдовали с интернетом, ей должно быть все нормально. Связь должна быть на уровне. Все отлично. Вижу, Ирина меня слышит. Не будем поджидать, нас еще должны были подсоединиться люди немножечко из другой структуры. Но ждать, наверное, мы их не будем. Подсоединяться или нет, это вот уже и проблема. Сегодня у нас довольно актуальная тема, потому что сейчас с каждого чайника слышится о том, удаленка, удаленка. И у нас уникальный просто продукт. Да, это продукт, потому что это отдельный продукт, скажем, бизнес-пакет. Это то, что мы можем продавать наравне с шампунем, гелями для душа и так далее. Это продукт называется возможность дополнительного заработка, при том, практически не выходя из дома. Ну, единственное, да, нужно товар получить. Действительно, нужно выйти из дома ради этого. А так, на сегодняшний момент, если вы учитесь методом онлайн работы, то вам практически не придется переживать по поводу вот таких вот катаптизмов, которые происходят сегодня. И действительно, может так статься, что это будет вполне такой совсем не дополнительный доход, да, а существенный вклад в семейный бюджет. Итак, мы сегодня говорим о маркетинг-плане Фаберлик. И я так в заглаве вынесла 11 видов дохода. Честно говоря, их больше. Да, мы поговорим об 11, упомянем 12, и я дам даже, наверное, понимание того, что доходов-то на самом деле больше. Кто-то говорит их 30 и так далее, ну, просто сужают некоторые понятия. Я немножко с кучкой объединю по корзинкам, и главное, дам основные понятия. Так, идем дальше. Что-то сегодня опять презентация долг грузится. Ну, ладно. Смотрите, маркетинг-план, что это? Вообще, такой термин существует не только в сетевых компаниях, он вообще существует в любом бизнес-плане любой организации. Это основной финансовый документ в рамках бизнес-плана любой компании, бизнесе. То есть, если мы говорим, например, о нас, то есть как о сетевиках, то вообще это у нас официальный документ. Вот он существует в виде такой книжки, которая здесь изображена на слайде, да, ее можно, кстати, приобрести. На сайте она есть. Артикул не скажу. У меня, по-моему, только артикул старой книжки, да, но она есть. Если вы забьете маркетинг просто в поисковике, то вы ее найдете. Вот она существует в виде такой книжки, но по факту, когда мы подписываем договор с компанией, то маркетинг-план идет отдельным документом. Это приложение к официальному договору об оказании услуг, которое подписывается между нами, да, стороной, консультантом, да, так скажем, хуберлик, и между директором по продажам компаний. То есть такой официальный документ. И также, да, мы можем рассматривать маркетинг-план как инструмент для реализации личных целей. С кем-то мы в личных сообщениях. Вот так получается, что мы сейчас больше в личке работаем, потому что работа действительно индивидуальная. То есть вот с кем-то мы долго выясняли, что же он все-таки хочет, да, то есть с Мариам мы тоже общались по этому поводу и вывели, что все-таки ей не бизнес-интересный, есть определенные личные цели, да, и как раз маркетинг-план можно рассматривать как инструмент для реализации каких-то личных устремлений. Поэтому вот сейчас вы все это узнаете, всю эту информацию подробно. У нас вебинар продлится в пределах 40 минут. И дальше сможете понять, как вот это все переложить на личные цели. Так, дальше. У нас есть основные термины, которые, может быть, вам не всем еще понятны, учитывая, что здесь есть очень много новичков. Я на них остановлюсь. Мы поймем разницу между групповым объемом, например, и объемом личных групп, потому что это понятия немножечко разные все-таки, да, и пробежимся, в общем, по ним. Наставник. Кто этот человек? Это тот человек, который, возможно, лично, возможно, как-то косвенно привел вас в компанию, но непосредственно привел в компанию. Есть понятие вышестоящих наставников. Это те люди, которые стоят выше, непосредственно человек, который вас привел в компанию. Как правило, наставник и номер телефона указывают SMS-сообщение, которое вам приходит от компании самое первое. То есть там все данные вашего наставника есть. Наставник – это ваш ментальный спонсор. Это человек, которым, как бы это так ни звучало, но финансово выгодно ваше благополучие. Кому еще так выгодно, чтобы вы росли и развивались? Наставник – это человек, реально финансово заинтересованный в том, чтобы у вас все было хорошо в финансовом плане, чтобы вы росли и развивались в компании. Поэтому человек, который искренне вам желает добра. Следующее – понятие «регистрационный номер». Это логин, который вам приходит тоже в смс-сообщении, самый первый. Логин, он же регистрационный номер. То есть понятия звучат по-разному, но, по сути, это одно и то же. Если вас где-то будут спрашивать, то, в общем, это ваш логин. Интернет-магазин. У нас раньше было такое понятие, как интернет-магазин каждого свой. На сегодняшний момент у нас очень обширная реферальная система, и, по сути, у каждого есть свой интернет-магазин, и у каждого товара ссылка реферальная. По реферальным ссылкам, наверное, отдельный разговор. Я где-то в конце вебинара скину вам информацию по этому поводу. Но факт тот, что когда вы заводите свой регистрационный номер в компанию, у каждого есть свой интернет-магазин. То есть, грубо говоря, все ваши знакомые могут сходить к вам в интернет-магазин, закупиться, а вы можете получить за это прибыль. Расчетный период у нас это для компании. Это один каталог. Чаще всего он длится три недели, но два раза в году. Каталоги у нас длятся две недели. Это, как правило, пик продаж. Балл. Балл – это такой числовой показатель, который присваивается каждому продукту компании. И с помощью баллов мы оцениваем. Исходя уже из этого количества баллов, нам компания рассчитывает вознаграждение. Если мы говорим все-таки о маркетинге, то баллы – это не только баллы на катительную программу, так как это, в принципе, важно только для покупателей. Для нас это важно, именно в плане расчета, для нас зарплаты. Поэтому на баллы будем обращать внимание. И также я буду называть его как условная единица определенно, потому что у нас 42 страны. И для того, чтобы упростить систему расчетов, все наши покупки было решено переводить в баллы. Ну, это своего рода такая вот условная единица. Потом уже непосредственно, я вам, кстати, покажу при расчете в разных валютах, это переводится уже в зарплаты. Личный объем – это количество приобретенной вами личной продукции в течение расчетного периода, то есть в течение каталога. Для того, чтобы получать объемную скидку, эту зарплату, нужно делать 50 баллов личного объема. Но об этом мы тоже поговорим. Клиент-покупатель. Сразу возьму несколько таких понятий. Клиент-покупатель, привилегированный покупатель, чем они отличаются? Клиент-покупатель – это человек, который у вас приобретает продукцию по каталогу и не имеет свой регистрационный номер. А привилегированный покупатель – это человек, который пришел в компанию приобретать продукцию для себя, зарегистрировался, у него есть свой регистрационный номер. но его не интересуют ни продажи, он не входит в маркетинг-план, он не делает 50 баллов, он просто покупает для себя, где-то на 10 баллов, где-то на 15 баллов. Поэтому, когда меня, например, спрашивают, а что, я консультант, я не хочу быть консультантом, я говорю, нет, что вы, вы будете привилегированным покупателем, у вас будет личная индивидуальная скидка 20% на весь ассортимент продукции. И человек успокаивается, я, говорит, не консультант, все замечательно, то есть он для нас привилегированный покупатель. Консультант. Консультант, в отличие от привилегированного покупателя, человек, который делает 50 баллов личного объема и размещает так каждый заказ и имеет привилегию в Фаберлик скидку 26%, то есть больше, чем у привилегированного покупателя. Консультант первого уровня. Это тот, кому вы рассказали о Фаберлик лично и зарегистрировали в компанию. Консультант второго уровня, это тот, кого вы привели в компанию, уже ваши консультанты, например, первого уровня. Но вы понимаете, что здесь можно говорить, консультант третьего, четвертого, пятого и так до бесконечности. То есть как бы глубоко структура у вас не ушла, это все ваша структура, это все ваши консультанты и привилегированные покупатели. Следующие. Здесь сразу несколько терминов. Групповой объем. Объем личной группы и личная группа. Как раз личная группа это те консультанты, которые входят в вашу группу. Это и консультанты первого уровня, и консультанты второго уровня, и консультанты сотого уровня. И все привилегированные покупатели и консультанты, это все ваша личная группа. Объем личной группы это количество баллов, которые делает в совокупности ваша личная группа. Делает это значит прокупается, делает покупки на данное количество баллов. Групповой объем. Это более широкое понятие, которое будет применимо в том случае, если у вас, например, появляются директора в вашей группе. Объем личной группы, группа директоров не включает, а групповой объем включает все группы, в том числе директорские. То есть, вот поймите простую вещь, если у вас появился в группе директор, его группа отделяется от вашей, и вы будете получать за нее деньги все равно, это все равно очень выгодно, но она считается отдельной совершенно группой, к вам не принадлежащей уже практически. Так вот, групповой объем включает вот эти все директорские группы, а объем личной группы директорские группы не включает. Вот, просто поймите эту разницу. Групповой объем включает ваших директоров, объем личной группы не включает ваших директоров. И последнее важное понятие, мы здесь уже не будем долго останавливаться, это объемная скидка. Это как раз самая важная выплата, наверное, которая у нас есть, это наша зарплата. Хоть она так и называется, неизрачно подумать, всего лишь объемная скидка. Основные виды дохода. Ну, давайте о группе просто скажу, только три группы, остальное вот уже можно будет поподробнее рассказать. У нас есть доход от личных продаж. Это то, о чем чаще всего люди думают, люди, когда говорят о сетевом маркетинге. И в этом нет ничего предусудительного, просто они не получили достаточно информации. И честно говоря, еще три года назад, нет, не три, три с половиной года назад я тоже думала, что в сетевом зарабатывают только на личных продажах. Но это в корне не так, мы сейчас об этом поговорим. Следующий доход от структуры, это как раз объемная скидка. И третий вид дохода, это различные бонусы. А сейчас мы по ним пробежимся. Очень странно загрузилась у меня презентация, здесь должны были стоять цифры 1, 2, 3, но что-то вот тут подмухлевала система при загрузке. В общем, это 1, 2, 3. Это три вида дохода, которых мелкие такие, о которых я скажу в первую очередь. Дальше мы пойдем к более серьезным видам дохода. Первое, это личные продажи. Здесь все просто, вы приобретаете продукцию, зарегистрировавшуюся скидкой 20-26%, где-то даже больше, да, на скидку на флоранш есть 30%, если вы покупаете флоранш. Если вы участвуете в различных акциях, если вы являетесь випом, у вас скидки до 70% есть. И, соответственно, все, что вы покупаете, покупаете со скидкой, вы продаете по ценам каталога и, соответственно, получаете разницу с продаж. Это ваш доход. Он может равняться и 300 рублей, да, кто мало продает, а кто-то на это хорошие деньги зарабатывает, имеет доход 10-15 тысяч. Кто-то даже ипотеки выплачивает этими деньгами. Следующие, это подарки. Я отмечу это отдельным видом дохода. Почему? Потому что у меня хоть, ну, у меня был опыт работы, на простой работе, и я знаю, что там такого количества подарков мне дарят. Это подарки. Накопительные и стартовые программы. Я стартовые проходила несколько раз. Со своего номера, с номером мамы. Но это реально выгодная программа, то есть я могу получать продукцию, использовать ее в своих бизнес-целях. Это различные акции. Ну, то есть акции «Твой бонус», да, где они просто так дарят деньги, там, 200-300 рублей на покупки и так далее. Это рекрутинговые акции. Все в курсе, что сейчас компания запустила рекрутинговую акцию, называется «Собери команды», и можно выиграть шикарный набор полотенец, зарегистрировав 10 человек, по сути, выполняя свою обычную работу. Брендированные полотенца в брендированной коробке. Качество мы уже не сомневаемся, потому что я пользуюсь полотенцами «Твой бродик» и очень им довольна. У VIP-ов есть отдельные привилегии по подаркам. Сейчас вот мы, например, получаем пылесосы бесплатно. Следующий подарок – это мультиповар. Они очень недорогие, но технику я вот уже привыкла получать от компании. У меня уже есть и мульти-вафельница электронная, что она только не делает, и пончики, и орешки, и пиццу, и все делать, короче. И блендер есть. Ну, то есть вот я не знаю, я в администрации работала раньше, мне не дарили таких подарков. Потом есть различные конкурсы, проводятся в социальных сетях от компании, в них тоже можно выигрывать подарки, это реально. То есть недавно, например, просто у нас был на всю Россию, вообще на весь мир, на всю мир «Фиберлик» объявлен конкурс. Просто репостов там, нет, не репостов, надо было отметить в Инстаграме своих друзей под постом. И можно было выиграть коктейли и шейкеры. Так вот, представляете, выиграла женщина, которую мы прекрасно знаем, из города Ижевска, и кроме того, она, получается, выиграла на себя, на тех людей, которых отметила. То есть конкурсы реально работают, если в них участвовать. А здесь я еще не написала подарки от наставников, потому что реально наставничество у нас это такая штука, когда наставник тебе будет дарить подарки, и он реально их дарит. И конкурсов и акций полно и от пункта выдачи, и от компании, и от наставников, и от структуры. Поэтому я, в общем-то, отметила его отдельно. Я надеюсь, вас убедила, что это отдельный реальный вид дохода. И отдельным видом дохода, я считаю, экономию, скидка до 70%, потому что вы все-таки в таком привилегированном статусе по отношению к компании. Это вот как если бы вы работали, например, там при каком-то магните, например, ну косметик, ну скажем так, да, раз это близкая тема косметики, и вам бы, например, вот этот магнит косметик давал дополнительные скидки. То же самое же получается. Если бы вы там не работали, вы бы эти скидки не получали. Здесь они реально есть, и я думаю, что вы экономию ощущаете. Ощущайте. Вы, кстати, здесь еще поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если согласны со мной, что экономия – это тоже вид дохода. А теперь перейдем к более серьезным вещам. Это объемная скидка. Это то самое главное, что, вокруг чего все и вертится. Объемная скидка – это наша зарплата. Это процент, который мы получаем с товара оборота, выполненного нашей личной группой. Но я объяснила вам терминологию, я думаю, что сейчас вам понятно. Пожалуйста, если вдруг что-то непонятно, обязательно пишите вопросы. Я на них отвечу, и постараюсь еще раз остановиться на некоторых вещах. Итак, для того, чтобы получать объемную скидку, а это вот как раз те 30-40 тысяч, которые мы говорим обычно «получает директор», то нужно условие «делать личный объем 50 баллов». Это условие для выплаты объемной скидки. Просто если вы, например, личная группа у вас сделает объем, а вы лично не сделаете 50 баллов, денежек вы не получите. Это важное условие. Это условие для получения процента с товарооборота. Формула расчета объемной скидки выглядит таким образом. ОЛГ – это объем личной группы, то есть баллы, которые выполнила вся ваша группа. Мы умножаем на процент по маркетинг-плану. Смотрим, что каждому уровню соответствует определенное количество баллов. Вот, например, я думаю, здесь телефон, наверное, смотрите, плохо видно, а если с компьютера, то видно хорошо. Например, консультант выполнил 100 баллов. Это товарооборот в деньгах от 7500. Это уровень 3%. Соответственно, если человек выполнил 100 баллов от 100 до 200, мы должны умножать на 3%. И затем умножаем на 60. 60 – это стоимость балла для расчета объемной скидки. То есть, когда мы покупаем продукцию, балл у нас стоит в среднем 110 рублей. Вы просто это запомните. От 75 рублей стоит балл на разную продукцию, разное количество баллов. У нас есть высокобальная продукция, есть низкобальная продукция. А когда мы рассчитываем свою зарплату, то мы умножаем, рассчитываем стоимость балла, как 60 рублей. То есть, если, например, новичок... Так, тут есть стрелочка. Я думаю, что видно. Да? Стрелочку я сделала. А если новичок... А тут еще можно выделять и рисовать. Как здорово. Ужас. Отменить. Как это убрать? Убрать. 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 Убирается. Так, решил экспериментировать. Супер. Итак, если новичок у нас выполнил 350... Новичок. Вы, например, выполнили группой 350 баллов. Это между двумя стами и шестью стами, то есть до 600 баллов еще не доросло, значит, еще не 9%. Это 6%. Умножаем, значит, на 6% и умножаем на 60. Это стоимость баллов для расчета объемной скидки. Просто запомните цифру 60. И у нас получается 1260 рублей. Или я тут посчитала еще в скобочках в грузинских лари, потому что у них для расчета берется валют 2,4 лари. То есть они здесь умножают вместо 60 на 2,4. Вот смотрите, вот таким вот образом, собственно говоря, да, мы обратно переводим в ту валюту, в которой будут уже производиться расчеты в зависимости от страны пребывания консультанта. Вот. Для меня-то они как бы баллы остаются, но несмотря на то, что человек в другой стране, он просто в своей валюте получает. Я в своей, все очень удобно. Если, например, у нас 2100 баллов человек выполнил, да, 2000, от 2000 это уже старший вице-директор, это 19%. Мы умножаем на 60, на 19%, получаем объемную скидку 23940 рублей. Скажите, здесь все понятно по поводу объемной скидки? Поставьте, напишите, пожалуйста, да, если все понятно по объемной скидке. То есть здесь, в принципе, нужно понять, запомнить формулу, чтобы самостоятельно, если что, рассчитывать, да, посчитать, сколько компаний вам начислить денег за сделанный товарооборот группой. И здесь уже, соответственно, поподробнее посчитать. Я здесь не останавливаюсь на том, что тренеры говорят в Академии Фаберли, потому что они там подробно объясняют, что это зарплата на группу, и что здесь надо будет поделиться со своими товарищами, коллегами, но деньги все равно остаются нормальные, да. Вот, если правильно строить свою структуру. Я просто расписываю вам этот данный вид дохода. Доход от структуры, объемная скидка. Что-то я не вижу ваши, да. Вы еще здесь, друзья. Я понимаю, что сегодня я рассказываю довольно сложные и, пожалуй, нудные вещи, но это деньги. Это деньги, просто деньги, и это надо понимать. Потому что если вы просто будете рассказывать человеку об этом, просто научитесь это рассказывать, то считайте, что бизнес-встреч вы уже не провалите. Следующий вид дохода, о чем я вам поведаю, это вот, перезагрузился бонус материнства или усыновления. Это уникальный бонус, который есть только в компании Фаберли, и данной выплаты нет ни в одной сетевой компании, можете проверить. Выплачивается он в условии отзывания вице-директора, это уровень 15%, то есть вы доходите до уровня полутора тысяч баллов и имеете право на получение бонуса материнства, если подтвердили данный уровень минимум 8 раз за последний год. То есть если вы выполнили полутора тысячи баллов, минимум 8 каталогов за предыдущий год. Выплачивается он за каждого родившегося или усыновленного ребенка, выплачивается он в течение года после рождения усыновления, тут приравнивается понятие рождения-усыновления, это тоже важно. И за первого ребенка вы за год получите 28 500, это по полторы тысячи в каждый каталог. За второго ребенка, при условии, что старшие дети не достигли возраста 14 лет, вы получите 57 000 в год, либо по 3 000 в каталог. Что тоже замечательно, учитывая, что зарплата на 15% это около 13-15 тысяч в месяц. И если учитывать, что за первого ребенка полторы-две, а за второго 3-4, получается 4 в месяц, мне кажется, очень замечательная добавка к маминому доходу, к маме, которая сидит в декрете. Следующий важный и самый интересный, наверное, это квалификационный бонус, потому что здесь очень красивые, замечательные цифры. Квалификационный бонус начисляется единовременно, то есть это одна выплата при подтверждении статуса 8 раз в течение года. Если вы с компьютера, то вы, скорее всего, увидите. Если вы не с компьютера, с телефона, то вы цифры здесь не увидите. Поясню. Смотрите, начиная с синей ступеньки, это уровень директора и выше, указаны цифры 55 тысяч, 82 500, 110 тысяч, 165 тысяч, 220 тысяч, 330 тысяч, зеленые ступеньки, уже летный директор 500 тысяч. Далее, национальный директор 1 миллион, старший национальный директор 1 миллион 250, международный директор 1 миллион 500, и так до генерального партнера самой высокой ступеньки 55 миллионов рублей, который можно получить при достижении звания единоразово. Да, при том, если в принципе посчитать, то, например, человек, который закрывает все ступеньки, получает более 150 миллионов рублей только квалификационными бонусами. Я надеюсь, понятно, что это такое квалификационный бонус, он так поэтому и называется, что он выплачивается при достижении квалификации. Я бы сказала, что это такая своеобразная премия. Так, здесь, кстати, в табличке, вы ее можете тоже увидеть в интернете, она есть, она есть в маркетинг-плане, в книжках, если вы интересуетесь бизнесом, я вам ее рекомендую приобрести, она стоит 40 рублей вместе с заказом. Вот, здесь в этой табличке также указано, сколько вам необходимо выполнить в баллах личного объема личной группы и сколько вам необходимо иметь директоров в первой линии для того, чтобы закрывать эти квалификации. Здесь, я надеюсь, все понятно. Перейдем к следующему виду дохода. Так, если непонятно, прям так и напишите, непонятно. Остановлюсь, вернусь, все поподробнее расскажу. Что такое подтверждение статуса 8 раз в патриоте, верно, тоже непонятно, мне раньше-то тоже было непонятно. То есть вы, например, да, скажем, в пятом каталоге выполнили 3000 баллов, это как раз необходимый уровень для открытия, уровень директора, и ура, вы получаете объемную скидку порядка 40 тысяч рублей, например, да. Чтобы получить квалификационный бонус, нужно сделать точно так же еще 8 каталогов в течение года. И тогда вам дополнительно к объемной скидке 40 тысяч рублей, ну там по-разному, бывает 35, 38, 40, к ним вы дополнительно получаете квалификационный бонус 55 тысяч рублей. Вот, то есть если выполните то же самое 8 каталогов в течение года. Если вы растете быстрее, чем получаете квалификационный бонус, то вы получаете за каждую ступеньку, то есть, например, в этом я открыла директора, в следующем я открыла старшего, через каталог открыла серебряного, получается, что вы даже не успеваете 8 раз подтвердить, у вас уже новый статус, несмотря на это все суммы плюсуются, вы получаете 55 тысяч. У старшего директора есть сноска, он получает не 82 500, а 27 500. Надеюсь, все понятно будет, если откроете макияжники, прочитается серебряный 110, золотой 165, здесь уже никаких сносок, рубиновый 220. Тоже, надеюсь, все с этим понятно. Переходим к следующему, очень важному доходу, о котором мы говорили, это директорский бонус. Помните, я говорила о том, что как только у вас открывается директор, ваша группа, это группа такая директорская, она называется 23% группа, отделяется от вас, и становится отдельной группой. Так вот, вы не теряете доход с этой группы, но вы начинаете получать такой вид дохода, как директорский бонус. За эту группу, вот здесь довольно сложная таблица для понимания новичка, за эту группу вы получаете, смотрите, первый столбик, 5% с первого уровня директорского. Как только у вас появляется, например, два директора в первом уровне, то вы имеете право видеть столбик 2. Получать директор, остановлюсь, 5% это точно так же расчет, рассчитывается, как объемная скидка, то есть мы берем товарооборот вашего директора, возьмем по минимуму, 3000 баллов, умножаем на 5% и умножаем на 60, если мы о рублях говорим, и получается, что вот эта директорская группа вам просто так дает 9000 рублей. То есть вам благодарны за то, что вы вырастили директор, и каждый каталог, вы благодарны, получаете минимум 9000 рублей, если сами выполняете минимум по своей объема в личной группе. То есть у вас тоже должно быть 3000 баллов в запасе, вы должны выполнять свой ЛГЭ, получать в свои 40 тысяч, дополнительно к ним получать 9000, по сути уже пассивного дохода от директорской вот этой группы. Если у вас появляется столбик 2, смотрим, если у вас появляется второй директор, то вы получаете право иметь серебряный директорский бонус, то есть получать 1% от директоров своих директоров, да, а этой еще деньги, то есть плюсуется у вас 9000 с одной директорской группы, 9000 с другой, это по минимуму я беру, потому что если вы нам, директор у вас делает не 3000, а 4000, например, то вы умножаете, соответственно, да, там больше суммы появляется. 9000 с одной группой, 9000 с другой группой, и еще 1% с директора вашего директора. Итак, до седьмого уровня, то есть если у вас 6 директоров, и вы бриллиантовый директор, это называется бриллиантовый директор, то вы получаете 5% со своих директоров, с каждого, да, с каждой директорской группы, 1% с директоров своих директоров, 0,5% с директоров директоров ваших директоров, и так до, вот получается, до шестого уровня, это пятый уровень, до пятого уровня, это пятый уровень бриллиантовый бонус называется. А вот генеральный партнер, да, например, когда у него 24 группы, уже 33%, он имеет право получать доход с седьмого уровня партнерской, партнерства. Вот. И обязательно условия, как всегда, личный объем 50 баллов, но это и так уже понятно, потому что если вы не делаете 50 баллов, вы не получаете объемную скидку, соответственно, вы не получаете директорский бонус. Как вам? Понятна ли информация? Ложится ли? Это сложно, но это нужно знать для того, чтобы если вас спросят люди, это деньги, да, то есть каждый рубль вам на счету, я понимаю, что вы в своих кошельках, я думаю, считаете деньги, и тут то же самое, можно просто просчитать свои деньги, сколько вы можете заработать, зная вот эти вот тонкости маркетинг-плана. Если у вас будут вопросы, обязательно спрашивайте. Следующий вид дохода, который у нас есть в дополнении тем, которые уже имеются, это бонус стабильности. Бонус стабильности выплачивается дважды в год при удержании звания ниже закрепленного. То есть если вы квалифицировались директором, то есть получили квалификационный бонус директора, и не падаете ниже 3000 баллов, компания вам дополнительно каждые полгода еще выкидывают премию 5500 на карточку. За год получается 11000. Старшему директору в год 16500, серебряному 22000. Это дополнительно в той зарплате, к тем бонусам, о которых я говорила. Золотой директор дополнительно 33000 получает, рубиновый, я здесь не написала и выше, рубиновый выше 44000 в год. Вот тут очень простой бонус стабильности, здесь вообще все понятно. Следующий бонус в дополнении к тем, что уже имеется, это бонус развития. Именно вот благодаря из-за бонуса развития, мы всегда говорим, что стремиться нужно именно к бриллианту. Стремиться нужно к бриллиантовому директору, это очень выгодная позиция, когда реально можно себя чувствовать очень комфортно, быть финансово независимым человеком, помочь шести людям тоже почувствовать финансовую независимость, но у директора это еще и свобода действия, это возможность самому планировать свою деятельность и работать, даже не выходя из дома. Так вот, у бриллиантовых директоров есть уникальная выплата, она называется бонус развития. Это 30% от всех квалификационных бонусов в вашей структуре, выплаченных за последний год. То есть, смотрите, по итогам года вы получаете шикарную премию. То есть у вас, например, за год появилось в структуре вашей бриллиантовой, например, 5 директоров, то есть тут глубина тоже считается. Например, 1 серебряный, 1 золотой появился, появился один, скажем, там 5 директоров простых выросло, и каждый из них там получил, кто 110, кто получил 165 тысяч, кто получил 55 тысяч, и вы от их суммы получаете 30%, можете все сложить, посчитать 30% от всех квалификационных бонусов, мне кажется, замечательная премия, высчитывается довольно просто. Но здесь есть определенное но, если в вашей структуре появляется бриллиантовый директор, то бонус развития со своей структурой этот бриллиантовый директор уже будет получать сам. То есть вы получаете только за тех, кто не дорос до бриллиантов. Я думаю, здесь тоже все понятно, и сумма здесь реально очень хорошая, поэтому выгодно растить команду и помогать им в реализации своих целей. Следующий бонус, ну, пока он не такой актуальный, потому что у нас сейчас происходит просто ужас какой-то в сфере туризма. Я без грамма иронии сообщаю, что действительно сейчас очень сложно. Тем не менее, я думаю, что ситуация нормализуется, и мы сможем поехать на мотивационную поездку в Турцию, которая полностью оплачивается компанией. Эти поездки всегда 5 звезд, то есть они всегда на высоком уровне. Самые хорошие отели, самые вкусные еда, банкеты, туристическая программа, персональная от компании обучение, которая там же проходит в Турции, туда едет все руководство компании, и они проводят интересные тренинги в том числе, это реально запоминающиеся путешествия, которые мы можем получать. И сейчас самые простые условия, это открытие директора до пятого каталога, получается сейчас последний каталог, когда нужно открыть директора, подтвердить свое звание, 8 периодов подряд квалифицироваться, то есть получить квалификационный бонус. И после этого вы сможете поехать в Турцию, то есть туда поедут все, те, кто за последний год, как раз до 11 каталога 2020 года, получил квалификационный бонус за новое звание. И это будет реально масштабная поездка, я надеюсь, что все будет у нас хорошо в мире, что ситуация стабилизируется, и поездки все благополучно стоят. Поездка будет в сентябре, в октябре она будет. Ранее у нас ездили золотые директора, Шиланку, Китай, Доминиканскую республику, остров Бари, Италия, то есть вот такие, в Португалию была бы поездка, вот такие запоминающиеся путешествия, они, конечно, на всю жизнь. Поэтому вот тоже не опускаем возможности, по максимуму участвуем на всех вот таких вот предложениях. Наконец, 11 вид дохода, о котором мы не можем не сказать, потому что он касается именно новичков, это быстрый старт. И те, кто реально услышит вот это вот именно в первые дни после регистрации, и кто решит изначально, что я хочу, мне надо, тому, я думаю, что улыбнется удача, и он реально добьется своих целей. Здесь условия. Это быстрый рост новичка. То есть за 9 каталогов с момента регистрации нужно 2 раза подтвердить новый статус. Директор, серебряный директор и так далее. Вот уровни директора. Быстрый старт бонус равен размеру квалификационного бонуса. Иными словами, открываешь директора, 2 раза получаешь квалификационный бонус директора. Открываешь серебряного директора, получаешь 2 раза квалификационный бонус директора, 2 раза квалификационный бонус старшего директора, 2 раза квалификационный бонус серебряного директора. И так далее. Давайте посмотрим. А эти случаи в компании реально есть, просто не выдуманы ни с потолка, когда за 9 каталогов люди открывают бриллиантового директора. Это пример не так давно произошел в Казахстане. Открылись, ушли из другой компании люди, увидели возможности здесь. Здесь тоже очень крупная известная компания, но вот они посчитали, что здесь им выгоднее. И они открыли бриллиантового директора в течение 9 каталогов. Значит, смотрите, в 8 каталоге нужно открыть статус и в 9 подтвердить его обязательно, то есть 2 раза подтвердить. И вместе с квалификационными бонусами мы получаем по итогам 9 каталога 55 тысяч за директора, 27 500 за старшего директора, 110 тысяч за серебряного, 165 за золотого, 220 за рубиного, 330 за бриллиантового. Итого 907 тысяч 500 рублей бонус «Быстрый старт». Это будут здесь наши вообще восклицательные знаки ставить в чат, потому что это нереальные просто суммы, которые можно получить в «Быстрый старт». Почему я поставила его на 11 место, ума не приложу, потому что самые деньги, конечно, здесь. Если вы новички, то, конечно, берите. Если мы прибавляем к этой сумме сумму квалификационных бонусов, которые человек получит через 8 каталогов, да, после подтверждения статуса, то мы получаем общую сумму 1 миллион 815 тысяч рублей, что, в принципе, это неплохая, мне кажется, даже двухкомнатная квартира, да, не в центре города, не в Москве, но где-то в провинции. Я думаю, что, да, согласны, при том, что это только бонусы, потому что есть зарплата, о которой я выше говорила. Вот он такой быстрый старт, о нем нужно, если мы сами на сегодняшний момент не используем, то на него нужно приглашать своих новичков, показывать и рассказывать эти суммы, потому что они берутся не с потолка, и они абсолютно не придуманы. Я еще раз повторила, что это официальный документ, который подписывает компания, и она реально выплачивает те деньги, о которых заявляют. То есть недавно вот у нас прошла акция со 100 тысячами, в четверг, как обычно, деньги поступили на счет. И вот он, двенадцатый. Ну, я ввела его как двенадцатый, потому что этот вид дохода получают очень многие, называется агентское вознаграждение. И его получают те, кто решается для своего развития открыть офис компании Faberlic, пункт выдачи продукции по агентскому договору. То есть мы заявляемся, выбираем место, обговариваем с компанией и открываем офис в том месте, где компания разрешает, где соблюдены все условия по открытию офиса на основании агентского договора. Но я здесь просто хочу обратить внимание, что процент здесь товарооборот не так велик, и чаще всего он, офис является, так скажем, инструментом для развития структуры. То есть это место, где вы можете проведить мастер-классы, где вы можете проводить бизнес-встречи, где вы можете рассказывать людям о возможностях, где можно проводить обучение, да, где можно проводить дегустации продукции и так далее. То есть это метод развития, который, кстати, в который люди приходят на вывеску, и такое тоже случается, да, потому что вывеска у нас у всех есть, и она работает даже сама по себе, заинтересованные приходят сами. Здесь мы получаем от 3% товарооборота. В России у нас, если мы делаем товарооборот свыше 100 тысяч рублей, мы получаем 6% товарооборота. Если товарооборот свыше 450 тысяч рублей, это 6,5%. И если свыше 700 тысяч товарооборот на пункте выдачи, то это 7% от товарооборота мы получаем. Если вы посчитаете делать миллион товарооборота на пункте выдачи, то это 70 тысяч рублей, что тоже, в принципе, неплохие деньги, поскольку они полностью покрывают аренду и прочие издержки, которые есть на пункте выдачи. В принципе, например, у нас в среднем, учитывая среднюю стоимость аренды среднего офиса в районе 15 квадратных метров, то примерно 200-250 тысяч товарооборота полностью покрывают все издержки на содержание офиса. Поэтому получается, что у нас есть свое место для работы, и мы совершенно из-за него не платим из средств объемной скидки, и у нас оно окупается за счет агентского вознаграждения. На пункте выдачи обслуживаются не только консультанты вашей структуры, но, возможно, и консультанты других структур, поскольку им, например, удобно получать продукцию в данной точке. Но повторюсь, что это дополнительная, так скажем, 12-я, которая даже не анонсировала вид дохода, который совершенно не обязательный, но он больше приближен к линейному традиционному бизнесу, поскольку мы несем здесь точно такие же риски в плане аренды помещения, в плане, вот как оказалось, карантинизации всеобщей, потому что неизвестно, что будет завтра. Сегодня мы, конечно, работаем. Завтра, кто знает, может быть, придется перейти на доставку, там, я не знаю, уже. Ну, надеюсь, такого не произойдет. Интернет-магазины работают. Это касается, в первую очередь, магазинов, где толпами ходят люди. Но, в общем, здесь тоже есть определенные риски, в отличие от просто сетевого маркетинга, где риски вообще снижены, они минимальны. То есть нет никаких вложений за какие-то там мелочные исключения в виде пробников, каталогов и продукций, которые мы покупаем для себя, чтобы попробовать самому и не рассказывать. Вот. А здесь все-таки в агентском, в этой сфере, когда мы работаем уже по агентскому договору с компанией, риски определенные есть, но они тоже не такие существенные, поэтому такой вариант я предлагаю рассматривать, только если вы выбираете не онлайн-метод, а оффлайн-метод работы. Есть другие виды дохода, которые часто заявляют как вид дохода. Я вернусь к ним. Это подарки, их распределяют отдельно, это и стартовая накопительная программа, получается список очень не из 11, а там из 15-20 даже видов дохода. А почему нет? Потому что, например, тот пылесос, который нам сейчас придет в подарок VIP, по-моему, стоит больше 20 тысяч, чуть мне с головы вылетело, но говорили, что про 30 тысяч рублей. Действительно не дешевые эти беспроводные пылесосы, еще у нас эксклюзивные золотого цвета, мне в магазине найдете такие брендированные по сути пылесосы, поэтому это можно считать как отдельный доход, да и, в принципе, все акции и подарки от наставника, да, это тоже вид дохода. Украшения, да, золотые, 32 тысячи, спасибо, Любовь. Я уже забыла, да, у меня в голове уже сколько стоит мультиповаром, 122 тысячи, и вообще, в принципе, нет сейчас в продаже, нигде он на мультиварку, на обычную не похож, я его называю бетонной мешалкой, потому что он по форме реально напоминает, уклоняется и крутится сам. Ну, такая полукосмическая вещь, поэтому, а чем мне доход? Доход, где мне подарят такой подарок, да, на работе не дарят, а тут дарят, доход, доход, поэтому почему нет, я тоже рассматриваю это как вариант дополнительного дохода. Есть ли у вас какие-то вопросы, потому что сейчас пробежалась, как и обещала, да, за 40 минут, мы начали 20.07, где-то, да, получается, за 45 минут, я уложилась и рассказала вам о всех видах дохода, которые сейчас есть в компании Фаберлик, и они, и их можно получать, даже не выходя из дома. По сути, вы открываете личный кабинет многочисленному количеству людей, которые сейчас ринулись в онлайн, сейчас ринутся в онлайн все бабушки, люди за 60, потому что ведь нужно что-то делать, установить интернет сейчас непросто, компьютер, доступ к телефону есть у всех. У меня на пункте выдачи обслуживаются женщины, которая 39 года рождения, и она пользуется смартфоном, я удивилась, я ее даже похвалила, то есть это люди, которые реально выходят в онлайн, в онлайн пространство, люди 80 лет, да, по сути, могут пользоваться интернетом, поэтому сейчас там будут все. То, что будет дальше, все больше направлений будут выходить в онлайн. Люди в онлайне, людей можно найти в онлайне, и раз, коль скоро людей можно найти в онлайне, их нужно искать там. Поэтому, если вы еще не приняли решение, принимайся. Если на данный этап нужно в первую очередь принять решение, это учиться, учиться рекрутировать, и если вы осваиваете навык рекрутинга, то все, все, что здесь написали, написали в вашем кармане, раненый, поздно. Я вижу, что вопросов нет, я хочу пожелать всем здоровья, я хочу пожелать всем благополучия, пусть вообще все у вас будет замечательно, пусть эта зараза никого не коснется, ни наших семей обойдет нас стороной, нашу драгоценную Россию, любимую. Всем спасибо, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok